Ждете новые сюжеты? У вас есть интересные видеоматериалы? Присылайте их на электронную почту subscriber.ttsobaka.gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. Троллейбус МТРЗ-52791 На московской выставке Expo Trans Alliance 2006 года был представлен троллейбус МТРЗ-52791. Троллейбус МТРЗ-52791 Садко, вмещающий 117 пассажиров, еще одно зримое подтверждение курса на постепенный переход к использованию в городе исключительно низкопольных моделей. Разработавший эту модель московский троллейбусный завод известен сборкой и модернизацией троллейбусов ЗИО и выпуском собственной модели троллейбуса на базе ЛИАС-5256. За основу для создания МТРЗ-52791 конструкторы предприятия взяли низкопольный ЛИАС-5292. В результате на тот момент Садко получился самым низким из всех работающих в столице троллейбусов, причем и по уровню пола, и по высоте кузова, который не превышает 2,8 метров. Но МТРЗ-52791 выделяется не только своим ростом, и его конструкции немало других современных решений. Например, электрооборудование вынесено на крышу, а кузов для повышения срока службы, гарантия 12 лет, обработан в катафорезной ванне. Кроме того, Садко оснащен несколькими аккумуляторами, благодаря чему он может двигаться без подключения к уличной электросети. Автономный пробег невелик, но он позволяет, к примеру, отвязавшись от проводов, обогнуть неожиданно возникшее на маршруте препятствие, или проследовать от одной электролинии к другой. Кроме того, в конструкции троллейбуса использована электронная система управления электрооборудованием и комплексная информационная система. В последнем, помимо привычного табло с бегущей строкой, впервые в одесной практике включен жидкокристаллический дисплей, размещенный на внутрисалонной стенке водительской перегородки. Одним словом, по количеству новых технических решений, МТРЗ-52791 на порядок превзошел подавляющее большинство троллейбусов, эксплуатируемых на московских маршрутах. В Москве осталось всего несколько экземпляров данной модели, и совсем скоро и этот троллейбус навсегда уйдет в историю. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая рассылка улица Константин-Симбол. Субтитры создавал DimaTorzok Площадь Марины Ростовой Следующая остановка улица Лизы Чайкиной. Пожалуйста, приложите ваш билет, безвенитную или социальную карту к валидатору. Площадь Марины Ростовой Следующая остановка станция Лизы Чайкиной. Уважаемые пассажиры, на маршрутах городского наземного транспорта организованы ежедневные отборы до города проезда. Напоминаем, что за безгледний проезд и неоплаченный врагов пугажа установлен штраф в размере 1 тысячи рублей. При выявлении случая неправомерного использования трасснифицированной входной капли, нарушительно накладывается административный штраф в размере 2,5 тысячи рублей. На линии осуществляется контроль оплаты проезда. 15-метровый городской автобус МАЗ-107 выпускался Минским автомобильным заводом с 2001 года. Впервые автобус МАЗ-107 был продемонстрирован на московском автосалоне в 2001 году. 15-метровые трехосные низкопольные автобусы с середины 90-х годов – это самый популярный класс автобусов в Европе. МАЗ-107 обладает повышенной пассажировместимостью, а конструктивная наследственность с моделью 103 предполагает низкий уровень эксплуатационных расходов. К началу выпуска автобусов в Белоруссии и в России эксплуатация столь длинной одиночной машины была запрещена. Однако в Белоруссии и в России быстро разобрались в преимуществах таких автобусов. Большая пассажировместимость и отсутствие при этом слабого звена – узла сочленения. На первые автобусы устанавливались двигатели Рено и коробка передач Прага. Однако с 2004 года МАЗ-107 комплектуется только двигателем Мерседес-Бенц и автоматическими коробками передач Void, иногда CF. Для своего времени автобус МАЗ-107 являлся современным низкопольным автобусом большого класса с просторным салоном, оснащенным АБС, ПБС, тонированными стеклами, блинкерными табло с двуцветными поворотными ячейками и светодиодами, бортовым компьютером и прочими новшествами. С точки зрения пассажира можно было отметить неплохой интерьер, грамотное расположение сидений, большую накопительную площадку. Центральный проход имел ширину 790 мм, а проемы дверей – 1250 мм. В задней двери все же находилась ступенька, однако такое решение не только удешевило автобус, но и позволило сделать центральный проход широким. Автобус имел неплохую систему отопления. Автоматическая коробка передач обеспечивала плавность разгона и торможения. Рабочее место водителя также удобно – хорошая обзорность, информативные приборы, дополнительное отопление. Московский ГУП Мосгортранс активно раздает данные машины в другие регионы. И это значит, что в Москве совсем скоро данный автобус навсегда уйдет в историю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первый экземпляр автобуса «ЛиАЗ-6213» был выпущен в 2004 году. В этом же году его впервые продемонстрировали публике на Моторшоу 2004. Первый российский низкопольный сочлененный автобус на тот момент имел силовой агрегат, идентичный «ЛиАЗу-6212» – «Катерпиллер 3126Е», расположенный поперечно. Автоматическую трехступенчатую коробку передач фирмы «Войт» модели Diva D863 с угловым редуктором, портальные мосты «Раба», узел сочленения «Хюбнер» и прислонно-сдвижные двери. Он так и остался единственным «ЛиАЗом-6213» модификации «Точка-00». В 2008 году данный кузов был переделан в троллейбус, получив индекс «ЛиАЗ-6213Т», позднее «ЛиАЗ-6236». Машина была отправлена на испытания в болгарский город Пловдив, в дальнейшем работала некоторое время в болгарском городе Перник. Начиная с 2016 года троллейбус стоял без движения во Львове, но 18 июля 2019 года был перевезен в Луцк. В 2007 году на базе опытной модели «ЛиАЗ-6213.00» создан новый автобус, получивший обозначение «ЛиАЗ-6213.20». От нее он отличался новым двигателем «МАН» – автоматической коробкой передач «ЦФ-Экомат» с портальными мостами «ЦФ». Также изменилась планировка задней части салона по причине смены расположения двигателя на продольное. Автобус получил заводское обозначение «6213.20» и проходил испытания в 14-м автобусном парке Москвы. С 2008 года начался серийный выпуск данных машин. Такие автобусы поступали в Москву и в Санкт-Петербург в 2008-2010 годах. В 2008-2012 годах салоны «ЛиАЗов» для Москвы собирались на заводе «Тушиноавто». Дизайн салона с каждой поставкой видоизменялся. В поставке 2008-2009 годов отделка салона была выполнена серым пластиком с зелеными поручнями и сиденьями с синим кожзаменителем. В поставке 2009-2010 годов цвет сидений стал светло-коричневым. Кроме того, появились выпуклые двери со сплошным остеклением, чего не было в первых поставочных сериях. В мае-июне 2010 года, третья поставка, снова обновлен дизайн и окраска салонов. Кабина и отделка салона не темно-серая, а светло-бежевая. Пол стал зеленого цвета с желтыми вкраплениями. Поручни стали желтого цвета вместо зеленого. Сиденья синего или темно-зеленого цвета из ткани. Светильники стали иной формы, с расположением по центру в виде линии. Несколько изменилась и схема окраски экстерьера. Также впервые на городские автобусы были установлены стеклопакеты. Кроме того, на автобусы стали устанавливать двигатель MAN D0836, который стал работать значительно тише, уровень шума снизился. Один из автобусов Lias 6213.20, поставленный в Москву в 2010 году, пришел с кондиционерами и был направлен в 17-й автобусный парк. Последние автобусы данной модели поступали в 2012 году в Санкт-Петербург, во второй и седьмой автобусной парке. Начиная с 2014 года начались списания автобусов данной модификации. Первые два в результате пожара и ДТП. В 2015 году было списано три автобуса данной модификации в результате пожара и износа оборудования. В 2016 году было списано два автобуса данной модификации по причине пожара и ДТП. Массовые списания автобусов Lias 6213.20 начались весной 2018 года по причине износа оборудования, выхода из строя двигателей MAN. По состоянию на июль 2020 года в Москве числилось 40 единиц таких автобусов. В настоящее время их осталось всего три. Автобус Lias 6213.20 в Москве совсем скоро навсегда уйдет в историю. Автобус Lias 6214.20 в Москве. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Теперь на этой линии столичной подземки курсируют только поезда «Москва». По словам заместителя мэра, руководителя департамента транспорта Максима Лексутова, теперь каждый пассажир самой востребованной линии едет по ней исключительно в поездах «Москва» – комфортных, безопасных и современных. Это 89 составов, в общей сложности 712 вагонов. Первый такой поезд вышел на линию чуть более трех лет назад, в апреле 2017 года. С тех пор началась планомерная замена старых поездов на современные. Лексутов также отметил, что вагоны типа ЕЖ-3 и ЕМ-508Т могут быть использованы только в качестве резервных. Он добавил, что Таганская-Краснопресненская линия стала третьей линией столичной подземки, по которой курсируют только поезда «Москва». На 100% из вагонов той же серии состоит парк Филевской и Некрасовской линий. За счет обновления состава в поездке пассажиров становится комфортнее. По его словам, в современных поездах есть сквозной проход через все вагоны, улучшена шумоизоляция, работают интерактивные схемы метро для построения маршрутов и USB-порты для зарядки гаджетов. В каждом вагоне работают по две климатические системы с функцией обеззараживания воздуха за счет ультрафиолетового излучения. Всего же в столичном метро курсируют около 200 поездов «Москва». Они перевозят уже каждого четвертого пассажира подземки. Составы нового типа следуют по Сокольнической, Филевской, Калужской-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой Кольцевой, Солнцевской и Некрасовской линиям. Первые опытные вагоны ЕЖ-3 в августе-октябре 1973 года поступили в электродепо «Красная Пресня» для работы на Краснопресненской линии, а вслед за ними в сентябре-ноябре следующего года пришли уже серийные ЕЖ-3. С августа 1980 года по октябрь 1983 года все поезда ЕЖ-3 и ЕМ-508Т по мере прихода новых вагонов 81717 и 81714 постепенно передавались в депо планерное. В 2020 году эпоха легендарных вагонов завершилась, и они навсегда ушли в историю. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Троллза. В 2005 году представлен низкопольный троллейбус Троллза 5265 Мегаполис. Высота пола Мегаполиса над дорогой не превышает 36 см. В 2006 году троллейбус Троллза 5265 Мегаполис награждается золотыми медалями на международных выставках Автосип и Транссип Экспо. На основе этой модели разрабатывается сочлененный троллейбус повышенной вместимости Троллза 6206. В 2008 году показан первый экологичный автобус с гибридным приводом на основе троллейбуса Мегаполис. В 2011 году разработан первый прототип электробуса Троллза 52501 с ночной зарядкой. В 2013 году Минпромторг России признает золот Роллза лучшим российским экспортером в категории «Моторные транспортные средства для перевозки свыше 10 человек». В 2014 году состоялся старт серийной сборки электробусов с динамической зарядкой. В 2017 году поставлено свыше 200 экземпляров электробусов с динамической зарядкой в Крым, города Российской Федерации, Испанию и Аргентину. Заут Роллза участвует в государственной программе развития внешнеэкономической деятельности и получает право маркировать свою продукцию надписью «Рашен экспортер». 29 августа 2019 года Банк России подал в арбитражный суд Саратовской области заявление о банкротстве Заут Роллза. В 2020 году Заут Роллза полностью отказалась от выпуска троллейбусов. Вероятно, предприятие, если и возобновит работу, то связанную с другой деятельностью. На территории завода на правах аренды действуют дочерние предприятия ПК «Транспортные системы» «Энглийский завод электротранспорта», занимающиеся проектированием и штучным производством троллейбусов на заводском оборудовании. 20 февраля 2020 года ПК «Транспортные системы» презентовал троллейбус нового поколения «Адмирал». Завод по производству троллейбусов «Троллза» навсегда ушел в историю. ПК «Транспортные системы» «Транспортные системы» «Транспортные системы» «Транспортные системы» Субтитры создавал DimaTorzok 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 На распечатанных листках помимо фото троллейбуса написан текст Дорогие тверичи, мы прощаемся с вами Благодарим за терпение, добрые слова и понимание Ваш троллейбус Заметив объявление, пассажиры вздыхают и обмениваются репликами Очень грустно Без трамваев плохо, да еще теперь и без троллейбусов В Твери остался последний маршрут троллейбуса номер два И уже совсем скоро Тверской троллейбус навсегда Уйдет в историю Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 15 ноября 1933 года началась история троллейбуса в Москве и в СССР в целом была пущена первая линия по Ленинградскому шоссе от Тверской заставы до Покровского стрешнего Несмотря на то, что планировали пустить троллейбус еще в 1924 году серьезно приступили к этому только в 1932 году когда начали проектировать первые два опытных троллейбуса шасси выпустили на Ярославском автозаводе летом 1933 года кузова изготовили на автозаводе Министалина а осенью того же года на заводе Динамо установили электрооборудование там же и испытали первые модели модели первых троллейбусов назывались ЛК Увы, ни одного троллейбуса этой самой модели до нашего времени не сохранилось основой конструкции кузова первого троллейбуса являлся деревянный каркас с металлической обшивкой длина кузова 9 метров ширина 2,3 метра а весил он 8,5 тонн максимальная скорость движения составляла 50 км в час сидячих мест в салоне было 37 имелись зеркала никелированные поручни сетки для багажа под сиденьями установлены электропечки зайти в салон можно было через две двери которые открывались вручную передняя водителем а задняя кондуктором выкрашенные троллейбусы были в темно-синий цвет с кремово-желтой полосой сверху и ярко-желтой обводкой снизу на лобовой части кузова прикрепили блестящие металлические щиты с надписью от рабочих ИТР и служащих госавтозавода имени Сталина завода Динамо Ярославского автозавода НАТИ и вот после того как модели прошли испытания пришло время строить троллейбусную линию выбрали окраину города потому что изначально троллейбус воспринимался как окраинный или пригородный вид транспорта а в центре главенствовали трамваи в октябре 1933 года по Ленинградскому шоссе от Тверской заставы до моста окружной железной дороги в селе Покровском Стрешневе смонтировали первую линию причем на большей части маршрута линия была однопутной двухпутная вела лишь до стадиона Динамо в селе Всехсвятском современный район метро Сокол на территории щепетильниковского трамвайного депо построили гараж на 4 места с мастерскими и в первый же день произошел казус 4 ноября 1933 года оба изготовленных троллейбуса отбуксировали с завода Динамо в этот гараж а вечером того же дня одна машина обкатывалась на линии а когда вернулась в депо пол гаража не выдержал и проломился под тяжестью троллейбуса который провалился в яму и сломался официально все это назвали испытаниями и получилось так что к торжественному открытию первой линии троллейбуса в Советском Союзе была готова только одна машина на следующий день после инцидентов депо 5 ноября испытание оставшегося троллейбуса посетил Никита Хрущев который в то время был секретарем МК ВКМБ 6 ноября по линии проехала приемочная комиссия включавшая председателя Моссовета Булгарина инженеров техников и рабочих которые изготавливали троллейбусы в течение недели после этого с 7 по 15 ноября водители проходили практику вождения на единственном троллейбусе и наконец-то 15 ноября было открыто регулярное движение этого одного единственного троллейбуса пущен он был в 11 утра на следующий день ходил уже с 7 до 24 часов средняя скорость движения составляла 36 км в час и маршрут троллейбус преодолевал за 30 минут через пару месяцев в январе 1934 года первую линию продлили от Тверской заставы в сторону центра по Тверской улице до площади революции в декабре 1934 года открыли вторую линию по Арбату до Дорганиловской заставы количество машин к концу того же года на двух линиях увеличилось до 36 производили троллейбусы на заводах Аремс и Сварз а с января 1934 года только на Сварзе в то же время на ЗИС изготовили опытную модель ЛК-3 больше размером длиной 12 метров на 85 пассажиров которые пустили по Ленинградскому шоссе А Сварз в 1934-1935 годах оставался единственным заводом который массово производил троллейбусы 10 мая 1935 года официально открылся первый троллейбусный парк хотя достраивался он еще несколько лет в ноябре 1935 года появилась третья троллейбусная линия уже по центру города по Петровке, каретному ряду через Сухаревскую площадь по 1-й Мещанской улице теперь проспект Мира до Ржевского, ныне Рижского вокзала в конце 1935 года по Москве курсировало уже 57 машин типа ЛК с 1936 года троллейбус начал заменять трамвай сначала сняли трамвайную линию с северной части Садового кольца и на месте нее проложили легендарный маршрут Б Букашка от Кудрицкой площади до Курского вокзала в связи с активным появлением новых линий требовалось уже гораздо больше новых машин и в конце 1935 года Ярославскому автозаводу были заказаны 250 троллейбусов нового типа ЯТБ первый такой троллейбус ЯТБ-1 появился в Москве в июле 1936 года в 1937 году появились маршруты от Садового кольца по Каляевской и Новослободской улицам к Кузнецкому мосту, улицам Дзержинского и Сретенке от площади Восстания по Садовому кольцу до Крымской площади от Дорогомиловской заставы до Кутузовской слободы в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк на Новорязанской улице на базе старого трамвайного депо в 1938 году проложили линии по Бережковской набережной через Воробьевы горы до Октябрьской площади от Комсомольской площади по улице Кирова ныне Мясницкой через центр и Екиманку до Октябрьской площади от станции метро Сокол по Ленинградскому шоссе до Северного речного вокзала в Измайлово от Крымской площади по Садовому кольцу и Мытной улице до Даниловского рынка к концу 1938 года количество троллейбусных маршрутов в Москве возросло до десяти троллейбус продолжал заменять трамвай в большинстве случаев линии троллейбуса прокладывались на месте снятых трамвайных В 1937 году у английской фирмы English Electric Company был куплен один двухэтажный троллейбус у него был металлический кузов трехосное шасси семьдесят четыре места для сидения и вес восемь с половиной тонн для эксплуатации этого троллейбуса сначала на Ленинградском шоссе потом на улице Горького контактную сеть приподняли с высоты четырех целых восьми десятых метра до пяти целых восьми десятых метра и первого сентября 1937 года пустили английский троллейбус по маршруту по образцу этой машины Ярославский завод в 1938-1939 годах выпустил 10 советских двухэтажных троллейбусов марки ЯТБ-3 которые были пущены летом 1939 года при открытии всесоюзной сельскохозяйственной выставки из центра города по нынешнему проспекту Мира до территории выставки позже двухэтажные троллейбусы пустили и на несколько других маршрутов но двухэтажные троллейбусы в Москве не прижились по нескольким причинам например высоким людям стоять нормально было невозможно приходилось сгибаться так как высота потолка на первом этаже ЯТБ-3 составляла лишь 179 с половиной сантиметров а на втором 177 сантиметров а из-за высокого расположения центра тяжести пассажирам на втором этаже вообще запрещалось стоять при движении и удивительно но огромный троллейбус имел всего лишь одну дверь для посадки и высадки пассажиров заднюю ни передней площадки ни передней двери у него не было еще сложности вызывало поднятие контактной сети на метр ведь кроме двухэтажных троллейбусов по этим же линиям ходили и обычные а управлять одноэтажным троллейбусом с поднятой сетью по словам водителей тех времен было крайне неудобно и тяжело последние два двухэтажника списали в 1953 году в 1940 году роликовые этакоприемники на всех троллейбусах заменили на скользящие к началу войны в москве было 583 троллейбуса в том числе 258 ЯТБ-1 119 ЯТБ-2 10 ЯТБ-3 1 двухэтажный английский 123 ЯТБ-4 37 ЯТБ-4 1 ЯТБ-5 1 одноэтажный трехосный английский и грузовые переделанные из старых пассажирских машин типа ЛК в феврале 1939 года в Москву прибыла машина нового типа ЯТБ-4 а с апреля 1941 года стали покупать троллейбусы ЯТБ-4А с полуметаллическим кузовом все предыдущие были с деревянным в сентябре 1941 года с Ярославского автозавода прибыла единственная цельнометаллическая машина новой марки ЯТБ-5 для машин ЯТБ-4 и ЯТБ-4А в 1939-1940 годах был построен новый третий троллейбусный парк в Кутузовской Слободе в июне 1941 года в Москве действовали 17 троллейбусных маршрутов когда началась война троллейбус превратился в основной вид городского транспорта в центре города так как почти все автобусы были использованы для военных целей также из-за нехватки грузовых автомобилей часть старых изношенных троллейбусов переоборудовали в грузовые а в 1943 году во втором троллейбусном парке был сконструирован троллейкар который работал и как троллейбус и как грузовой автомобиль на тех участках где не было контактной сети после войны по заданию Совмина Тушинский авиазавод номер 82 приступил к выпуску совершенно новых троллейбусов для Москвы взяв за основу машину ЕТБ-5 и чертежи для нового троллейбуса ЕТБ-6 завод номер 82 выпустил в феврале 1946 года первый цельнометаллический троллейбус МТБ-82А московский троллейбус завод 82 серия А который вышел на улицу Горького в феврале 1946 года летом того же года завод выпустил первый троллейбус МТБ-82М с более широким кузовом на 65 пассажирских мест из 1947 года эта модель пошла в серийное производство всего в 1946-1947 годах для Москвы изготовили 147 таких троллейбусов в 1948 году МТРЗ приступил к сборке моделей МТБ-10 которая состояла из шасси старых машин ЕТБ с удлиненной базой и новым кузовом МТБ-82 всего в 1948-1953 годах МТРЗ модернизировал таким образом 269 троллейбусов в том числе переделав в 1949-1953 годах всей ЕТБ-1М в конце 1947 года Тушинский завод перешел на производство тех же троллейбусов но с кузовом из диралюминия машина серии МТБ-82Д в течение 1947-1950 годов он произвел для Москвы 363 таких машины с началом корейской войны авиазавод переключился вновь на выпуск самолетов и производство троллейбусов передали на завод имени Урицкого в город Энгельс последние довоенные троллейбусы ЯТБ-1, 2 и 4 были списаны с инвентаря в 1950 году ЯТБ-4А в 1952 году ЯТБ-3 в 1953 году на 1 января 1952 года в Москве было уже 786 троллейбусов вводилось много новых маршрутов продолжалась замена трамвая на троллейбус и к концу 1952 года протяженность сети троллейбусных линий составила 298 километров в конце 1940 года она была 198 с середины 1950-х годов началось массовое жилищное строительство на окраинах и туда активно проводились троллейбусные маршруты в 1953 году троллейбусы пошли до Серебряного Бора в 1954 году было восстановлено движение до больницы МПС и в Измайлово а также построены новые линии по 2 Брестской улице до Песчаной площади и на территории Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1955 году до Кошонкина Луга до рыбокомбината на Варшавском шоссе до улицы Электрозаводской а в 1956 году на Бутырский хутор на Волхонке в Тестовский поселок по Фрунзенской набережной до Нового Большого стадиона в Лужниках от Красных Ворот до Авиамоторной в 1957 году по улицам Разина и Большой Ордынке до МГУ по Остаповскому шоссе нынешний Волгоградский проспект до ЗЛК по Дубровке до Автозавода в 1958 году от Мариной Рощи до ВДНХ поселок Текстильщики по Краснопролетарской и Селезневке до гостиниц ВДНХ в 1959 году по Ленинскому проспекту на Юго-Запад в Новогиреево по 4-й кабельной в 1960 году по Мосфильмовской через Ваганьковский путепровод к концу 1960 года продвиженность сети линий достигла 540 км а работали 36 маршрутов в 1954 году на ВСХВ открылась кольцевая троллейбусная линия длиной 9,5 км для экскурсионных маршрутов сначала изготовили 20 машин МТБ-82Д которые в отличие от обычных троллейбусов этой же модификации украсили небольшими серебряными снопами в 1955 году для этой линии изготовили новые троллейбусы ТБС троллейбус экскурсионный которые имели широкие окна и прозрачную крышу из оргстекла выкрашены они были в зеленый цвет эта линия работала только в летний сезон в будние дни курсировали 8 а в выходные 12 машин в час линия действовала до 1970 года когда после экспериментов с внедрением переменного тока с напряжением 1000 вольт линию пришлось демонтировать в 1958-1964 годах было выпущено 524 машины с учетом первых опытных экземпляров в 1958 году Сварс стал выпускать модернизированную модель этого троллейбуса МТБС для городских магистралей эти троллейбусы-стекляшки ходили по улицам Москвы вплоть до 1975 года были попытки внедрить двойные троллейбусы с прицепом в 1960 году проводились испытания четырех троллейбусных поездов из ведущей машины МТБ-82Д и прицепа сделанного из кузова списанных автобусов ЗИС-155 Все прицепы, однако, были списаны уже в 1961 году Весной 1959 года Сварс изготовил первый сочлененный троллейбус длиной 17,5 метров вместимостью 160 человек Эта машина модели ТС-1 вышла на улицу Горького 25 апреля 1959 года В 1959-1963 годах изготовили 45 таких троллейбусов Они курсировали по наиболее загруженным маршрутам первого парка В 1964-1968 годах Сварс изготовил 90 сочлененных троллейбусов ТС-2 Они курсировали на линиях обслуживавших юго-западный жилой район и улицу Горького Последние машины типа ТС были сняты с пассажирской работы в 1975 году В 1957-1958 годах Зио поставил в столицу 8 экспериментальных машин ТБУ-1 Троллейбус завода имени Урицкого первая серия Обкатка первой такой машины началась еще в июле 1955 года во втором парке Из-за ряда конструктивных недостатков эти машины были списаны в 1962 году Но на их основе этим же заводом в 1959 году были выпущены первые образцы нового троллейбуса Зио-5 который затем в течение почти 20 лет являлся основной моделью московского троллейбуса Первая такая машина поступила во второй парк в феврале 1959 года В 1960-1963 годах их было выпущено 217 штук На 1 января 1964 года в Москве было 1811 троллейбусов в том числе 242 МТБ-Ю 122 МТБ-82М 343 МТБ-82Д 460 МТБ-82Д 215 Зио-5 с завода имени Урицкого 384 МТБ-С 45 ТС-1 с завода Сварс Для новых машин в 1962 году был открыт шестой троллейбусный парк в Заморинском переулке а в 1964 году седьмой троллейбусный парк Последний строился для грузовых троллейбусов но стал эксплуатировать и пассажирские Третий парк который с 1961 года был объединен с новопостроенным восьмым автобусным парком был преобразован в Филевский автобусно-троллейбусный парк В 1960 году была организована грузовая колонна 1960-е годы стали пиком развития троллейбусного хозяйства С 1960 по 1972 год сеть линий увеличилась с 540 до 884 км Общая длина троллейбусной сети к 1970 году достигла 1253 км и уже с 1971 года являлась самой протяженной в мире В июле 1970 года по 24 маршруту были проведены испытания пробных образцов троллейбуса ЗИУ-9 который во второй половине 1970-х и в 1980-х годах являлся основной моделью троллейбуса в Москве В 1972 году с завода поступила первая серийная партия таких машин модели ЗИУ-9Б в количестве 21 штуки и затем они стали постепенно вытеснять старые модели В 1968 году с московских улиц исчезли последние троллейбусы МТБ-10 и МТБ-82М а в 1975 году были списаны последние троллейбусы модели МТБ-82Д В начале 1975 года числилось 2217 троллейбусов В 1970-е и 1980-е годы были проложены новые маршруты в осваиваемые жилые массивы новостроек Новогиреево Ивановское Орехово-Борисово Чертаново Иоаннино Тушино и Братцево Биберево Отрадное Медведково Олимпийскую деревню Ясенево Теплый стан Марина Крылатское Выхино а также по Щелковскому шоссе через Гальяново до Уссурийской улицы от Измайлова в Гальяново по Ярославскому шоссе до Холмогорской по Дмитровскому шоссе до платформы Марк Для новых маршрутов в 1976-1982 годах близ Варшавского шоссе был выстроен новый 8-й троллейбусный парк В августе 1993 года вследствие введения одностороннего движения вокруг Кремля была изменена схема всех троллейбусных маршрутов проходивших через центр города В 1990-2000-е годы некоторые троллейбусные линии в центре были закрыты снято с эксплуатации линии на большой и малой Никитских улицах 15 августа 1989 года движение частично восстанавливалось в 2004-2007 годах между Никитскими воротами и Кудринской площадью провода висели, но отключены от сети на Манежной улице движение закрыто в августе 1993 года движение на Пушечной улице закрыто 1 июня 1998 года последний участок закрыт в январе 2003 года и снят при обустройстве пешеходной зоны на улице Рождественка в 2012 году на Кузнецком мосту последний участок закрыт в январе 2003 года и снят при обустройстве пешеходной зоны в 2012 году на Неглинной улице линию сняли в феврале 1991 года оттянутый разворот у Рахмановского переулка отключен от сети в ночь с 5 на 6 октября 2012 года 30 апреля 1999 года последний пассажирский троллейбус прошел по Мясницкой улице и Большому Златоустинскому переулку в начале 1997 года в Москве действовали 85 троллейбусных маршрутов общей протяженностью 916 километров работали 8 троллейбусных парков в конце 1980-х годов была разработана программа развития троллейбусной сети на окраинах города однако ни один из ее проектов так и не был реализован последней вновь построенной линией был участок от метро Ясенева к проезду Карамзина открытый в 1992 году к началу 90-х годов система насчитывала 86 маршрутов 8 парков 2 ремонтных завода почти 2000 машин и более 1000 километров линий по всем этим показателям Москва опережала любой город мира в эти годы произошел крупный автобусный кризис многие маршруты автобусов исчезли и троллейбус стал основным транспортом в центре города хотя после распада СССР новые линии перестали появляться имеющиеся поддерживались в рабочем состоянии при мэре Юрии Лужкове подвижной состав регулярно обновлялся периодически даже возникали планы строительства новых линий парков один из таких парк в Новокосино был открыт в 2006 году это был первый и последний выход московских троллейбусов за МКАД по состоянию на декабре 2011 года численность парка троллейбусов губ Мосгортранс составила 1631 троллейбус проблемы у троллейбуса начались после прихода Сергея Собянина на пост мэра Москвы в 2010 году так одним из первых пунктов в программе борьбы с пробками у новой команды значилась ликвидация троллейбусов с центральных улиц озвученные планы получили сильный резонанс однако от антитроллейбусного настроя новая команда отказываться не стала с 2014 года прекратились поставки новой техники в это же время были закрыты заводы МТРЗ и ЭМОЗ занимавшиеся производством и капитальным ремонтом троллейбусов а также изготовлением оборудования для подстанции и элементов контактной сети с лета начались первые закрытия линий так при реконструкции троллейбусов лишились Пятницкая улица Большая Ордынка и Покровка предложения от мэрии закрыть движение стали поступать регулярно была даже идея вместо троллейбусов по бульварам проложить велодорожки первый погром произошел в мае 2016 года когда автобусами было заменено шесть маршрутов проходивших внутри садового кольца в июле троллейбусы покинули само садовое кольцо изначально планировалось что это временно лишь на период реконструкции по программе Майя улица о чем даже сообщили пассажирам информаторы в автобусах маршрута до ноября 2016 года власти не собирались отказываться от троллейбусов полностью речь шла только об оптимизации отдельных линий чиновники постоянно этим успокаивали обеспокоенных пассажиров а глава Мосгортранса Евгений Михайлов обещал вернуть движение на садовое кольцо но к концу года риторика сменилась окончательно решение о возвращении троллейбусов на садовое кольцо было в самый последний момент отменено а замены на автобусы продолжились уже и за пределами центра к концу 2017 года сеть уменьшилась на 40 процентов от начальной большинство закрытых троллейбусных маршрутов было заменено автобусами многие из которых просто снимались с других линий что-то было закрыто вообще без какой-либо компенсации однако власти понимали что менять экологически чистый транспорт на дизельный шаг назад который не слишком вписывается в череду прогрессивных реформ так было объявлено о проекте электробус призванном заменить устаревший вид транспорта основная особенность электробуса в том что он имеет емкую батарею и заряжается в парке или на конечных станциях электробус не требует контактной сети его можно направлять на любые маршруты по любым улицам главное чтобы на конечных станциях или хотя бы на промежуточных остановках были зарядные станции на этом преимущества электробуса заканчиваются и появляется главный недостаток потеря времени на зарядку батареи в москве выбрали так называемую ультрабыструю зарядку специальные устройства ставятся на конечных станциях и используются электробусами между рейсами чтобы полностью заполнить батарею требуется 15-20 минут время в которое транспортное средство могло бы перевозить пассажиров так на обслуживание одного и того же маршрута с той же частотой электробусов потребуется больше чем троллейбусов или автобусов кроме того электробус все же не такой экологически чистый как троллейбус для обогрева используется дизельная печка а использованные батареи потом надо будет как-то утилизировать при этом электробусы еще и дороже троллейбусов если брать суммарные затраты на перевозке по всей маршрутной сети то разница достигает полутора-двух раз это неоднократно подтверждалось многими экспертами отрасли первые регулярные электробусы были запущены 1 сентября 2018 года на 73 маршруте от метрова ДНХ до 6 микрорайона Биберева новый вид транспорта хотели открыть с фанфарами однако техника была настолько не подготовлена что электробус с мэром на борту сломался проехав только несколько остановок власти упорные в желании дальше развивать электробус и стараются не замечать его недостатков почему же троллейбус попал в опалу новым властям об этом до сих пор идут бурные дискуссии однако реальная причина до сих пор остается невыясненной в качестве основных причин департаментом транспорта отмечается низкое качество собираемых в России троллейбусов и общая низкая перспективность этой технологии московский троллейбус действительно имел объективные проблемы связанные с тем что инфраструктура не обновлялась с советских лет троллейбусы вынуждены сбрасывать скорость на стрелках пересечениях с другими линиями и поворотных кривых что притормаживает поток контактная сеть спроектированная по технологиям 70-х годов порой очень громоздкая и многим не нравится тем что портит вид на историческую застройку но технологии давно ушли вперед современные троллейбусные провода практически незаметны для глаз а новые стрелки и поворотные кривые позволяют приезжать их на высокой скорости с недавних пор такие спецчасти производятся и в России и до 2018 года они все же появлялись в небольших объемах на улицах Москвы но происходило это скорее не благодаря политике руководства а вопреки ей инициатива принадлежала энтузиастам сотрудникам Мосгортранса болевшим за троллейбус и желавшим доказать что он сможет ездить быстро руководство этот порыв не оценило большинство новых элементов сети было демонтировано не проработав и года на садовом кольце и у Савеловского вокзала провода просто не повесили несмотря на то что они были предусмотрены в проектах благоустройства так была искусственно похоронена возможность получить быстрый современный троллейбус в Москве ликвидация троллейбусов уже сказалось негативно на работе всего наземного транспорта на многих маршрутах автобусов выросли интервалы качество обслуживания техники также упало а из-за недостатка кадров у водителей появились большие переработки в 2016 году москвичи с восхищением наблюдали запуск абсолютно нового для страны проекта городской железной дороги грузовое железнодорожное кольцо в черте плотной городской застройки было много лет скрытым потенциалом который команда Собянина смогла блестяще реализовать МЦК очень быстро стало популярным и сегодня Москву уже без него не представить троллейбусная сеть точно такой же богатый потенциал если его также эффективно реализовывать то уже через несколько лет городской транспорт можно сделать на 50% электрическим а центр города российская столица смогла бы полностью перевести на общественный электротранспорт одной из самых первых в мире многие города желающие развивать электротранспорт могут позавидовать Москве у них нет такой обширной сети проводов им надо все строить с нуля как известно ломать не строить к сожалению троллейбус в Москве уничтожался с очень большой поспешностью причина этому явно не транспортная и даже не экономическая потребности департамент транспорта пока так и не смог предоставить расчетов подтверждающих что электробусы дешевле и эффективнее троллейбусов в сентябре 2019 года в сеть попал документ протокол одного из заседаний департамента транспорта подтверждающий планы полной ликвидации троллейбуса мэрию не останавливали и массовые обращения граждан на протяжении 2020 года в соответствии с планом столичных властей троллейбусные маршруты города один за другим переводили на обслуживание новым видом общественного транспорта электробусами а кое-где точнее практически повсеместно вместо троллейбусов пускали обычные автобусы 25 августа 2020 года началась новая транспортная эпоха без троллейбусная но все-таки говорить что отныне москва осталась вовсе без троллейбусного сообщения тоже не совсем верно в нескольких местах нашего мегаполиса по-прежнему можно будет увидеть характерную двойную нитку проводов и двигающиеся под ней пассажирские машины с штангами так и приемниками на крыше во-первых на севере столицы по-прежнему перевозят пассажиров по двум междугородним маршрутам заезжие троллейбусы из подмосковных химок а во-вторых как пояснили в губ Мосгортранс на память о существовании в городе троллейбусного сообщения решено все-таки сохранить в городе одну троллейбусную линию по которой будут регулярно курсировать рогатые машины перевозя всех желающих прокатиться на таком ставшим теперь уже историей общественном транспорте как пояснили специалисты в области истории городского транспорта эта заповедная трасса под проводами является фактическим фрагментом существовавшего до недавних времен троллейбусного маршрута номер 22 сохраненный участок этой линии находится от каланчевской площади до новоризанской улицы здесь на новоризанке в 1937 году был открыт второй троллейбусный парк его территория и сохранившиеся постройки вместе с соседним комплексом бывшего 4 автобусного парка переданы для размещения экспозиции музея московский транспорт предполагается что в отдельные праздничные дни сохраненную троллейбусную линию будут использовать для проведения парадов уникальных старых троллейбусов из коллекции музея а в обычное время здесь будут курсировать два более молодых ретро троллейбуса 25 августа 2020 года завершилась целая эпоха московского троллейбуса продолжавшиеся почти 87 лет и московский троллейбус навсегда ушел в историю в этом году в «Артоллейбус» ухо «Артоллейбус» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...